Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Саудовская Аравия негласно заявила странам Большой Семерки начать тотальный сброс ценных бумаг Евросоюза. Впрочем, за неслыханное оскорбление Эррияда, о котором Запад и думать забыл, могут поплатиться и США. В деловых кругах продолжают обсуждать информацию о том, что Саудовская Аравия может начать тотальный сброс ценных бумаг ЕС. Такой сигнал подали источники Bloomberg, которые подчеркивают, «Сценарий не исключен, если страны Большой Семерки вознамерятся конфисковать зарубежные активы на сумму в 300 миллиардов долларов». И хотя Саудовская сторона опровергла подобные инсинуации, в экспертных кругах начали обсуждать, реалистичен ли такой сценарий. И что могло повлиять на Эррият? Добрые отношения с Москвой или постоянные придирки со стороны глобального Запада? Обозреватель Сергей Савчук напоминает, что до этого в последние годы у Саудовской Аравии несколько раз были стычки с Западом. В частности, США, Байден в разгар топливного кризиса в США требовал от саудитов нарастить добычу нефти. В ответ Эррият выдал лишь холодное ничего, просьбу Вашингтона молча проигнорировали. Это была одна из первых ступенек, с которых рейтинг Джо Байдена сделал неотвратимый шаг в пропасть, полагает Савчук. А с Британией произошел другой казус. На похороны королевы Елизаветы отказались приглашать Мухаммеда бен Салмана как полномочного представителя Саудовской Аравии. Это стало неслыханным оскорблением, и Эррият этого явно не забыл. Об этом стенала еще и западная пресса, предупреждая политиков о фатальности пренебрежения контактами с саудитами. В результате сейчас Европа, да, впрочем, и США находятся в нестабильном положении. На Ближнем Востоке последние несколько лет удерживали цену на нефть на приемлемых уровнях. Но что будет дальше? Тем более, пока Запад отворачивался от Ближнего Востока, Россия и Китай делали ровно наоборот. Одновременно с этим, благодаря мягкому посредничеству Москвы и Пекина, саудитам удалось, если не восстановить, то отдаленно наладить отношения с Ираном, еще одним центром ключевым игроком региона, в том числе на рынке нефти. Все это самым благоприятным образом отразилось и на устойчивости внешних рынков, и на стабильности собственной экономики Саудовской Аравии. Поэтому в июне 2024-го только несведущие граждане были удивлены одностороннему разрыву Американо-Саудовского договора, в рамках которого вторая страна за счет своих ресурсов фактически поддерживала гегемонию доллара. Взамен получая ультимативные тычки и требования, добавляет обозреватель. Так вот, Блумберг ссылается сразу на трех высокопоставленных чиновников из аппарата С-7 и утверждает, что министр финансов Саудовской Аравии имел приватный телефонный разговор со своими коллегами из «семерки», в ходе которого представители Старого Света предостерегли от любых попыток использования не только российских активов, но и процентов по ним. В противном случае Иррият заявил начать масштабную распродажу европейских бондов, номинированных в евро и особенно ценных бумаг Франции. Почему выбрана именно Пятая Республика, непонятно, но западные финансисты уже подсчитали, что объем ценных бумаг Франции на руках у саудитов может исчисляться десятками миллиардов долларов. Эти же специалисты утверждают, что продажи такого пакета недостаточно, чтобы обрушить фондовый рынок или экономику Франции, и тут же выражают озабоченность. Что другие страны, держатели долговых обязательств стран Европы могут последовать нехорошему примеру. Второй день подряд в Брюсселе проходит саммит Евросоюза, и настало время внимательнее присмотреться к тому, что там происходит на самом деле. А там происходит много любопытного. В первую очередь, с точки зрения выживания объединенной Европы, как одного из центров силы в новом чудном мире, и вот с выживанием как-то не слишком получается. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что мировая экономика сталкивается с серьезными проблемами. «Лидеры ЕС обсудят эти проблемы», – сказал он, подчеркнув, что важно способствовать запланированному переходу на возобновляемые источники энергии. Он не предоставил более подробной информации по этому вопросу. Отвечая на вопрос о сокращении поставок российского газа в Европу, Шольц отметил, что Германия и ЕС должны еще больше активизировать свои усилия по снижению зависимости от импорта энергоносителей из России, хотя и здесь он не уточнил. Что это повлечет за собой? Вот что мне нравится в Шольце, да и во всех нынешних политиках ЕС, так это то, что они вообще не заморачиваются последствиями своих решений. Казалось бы, зеленая повестка уже приказала долго жить, вогнав Европу в мощнейший энергетический кризис, а нет, ее опять и опять поднимают вверх. Канцлер Германии Олаф Шольц был лаконичен в отношении экономических проблем Европы, возникающих на саммите Европейского совета. «Очень важно обсудить экономическую ситуацию», – сказал он. «Мы сталкиваемся с серьезной экономической проблемой во всем мире». Он подчеркнул, что долгосрочное решение экономических проблем заключается в быстром достижении экономики, пока все решения Евросоюза ведут к тому, что сейчас Европа становится нейтральной к промышленности и индустрии, и вот вам короткий, но поучительный пример на эту тему. Вчера на лондонской бирже металла в ЛМЕ возникла странная ситуация. Запасы цинка на складах ЛМЕ в США и Европе почти полностью истощились, на этой неделе покупатели поспешили забрать остатки металла из азиатских складов. Ликодоступные запасы цинка в четверг снизились до 19 825 тонн, что примерно равно полудневному мировому потреблению. Ой, а шо случилось с цинком? А с ним случился энергетический кризис, его тупо стало невыгодно производить по таким конским ценам на газ и электричество. Да еще и всяческие трафигуры и глинкарами перестали привозить цинк и никель из России, ибо санкции, рестрикции и недостача молекул свободы в тоталитарных металлах. И теперь у фондовых рынков только труднодоступные запасы этого металла, скрытые в сусеках России и Китая, и тут либо срочно ослаблять санкции, либо и дальше жить без цинка. Примерно такая же ситуация и с алюминием, теперь для перехода европейских пивоваров со стеклянной посуды на алюминиевые банки нужно идти на поклон в Кремль. Бутылки, которые производила Россия, необходимо заменить алюминием, который производит Россия. Засада со всех сторон, поэтому пора переходить на пластиковую тару, которая производится из нефти и газа, который, в свою очередь, тоже родом из России. Забавная конфигурация фигуры из трех пальцев. Не находите? Азия и Африка советуют политикам ЕС и США не совать нос в их дела. Крах западных элит в деле привлечения в союзники глобального юга. Последние недели характерны тем, что Запад, словно спохватившись, начал искать поддержки у так называемого глобального юга, то есть стран, не входящих в близкий круг американских союзников в Азии, Африке и даже Южной Америке. Видимо, европейские и американские элиты наконец оценили, что одних только США и их сателлитов не хватает, чтобы объявить всем о глобальной изоляции России. А без Китая и Индии, входящих в пятерку самых сильных мировых экономик, это и вовсе выглядит как чистое шарлатанство. Не так давно журналисты Guardian подсчитали, что несмотря на громкую шумиху, устроенную англо-американскими медиаимпериями и якобы независимыми СМИ, поддержка действий в мире не так широка. А если взять и просто посчитать человечество по головам, то она не охватывает даже номинальную четверть населения планеты. США еще летом пытались перетянуть на свою сторону политические элиты развивающихся стран. Но сейчас в Штатах уже идет грызня из-за предстоящих президентских выборов, и на этот раз окучивать политиков из бывших колоний отправились руководители и крупные деятели двух главных стран Старой Европы – Германии и Франции. Про неудачный Ваяшолов о Шольце в Индию мы немного рассказывали. Но там было не менее интересное продолжение, где индийцы наконец дали Германии осознать свое настоящее место в индийской системе политических координат. Выразилось это и в нарушениях дипломатического протокола, когда Сергея Лаврова встречал у Трапа небольшой почетный эскорт, а Анну Лену Бербок вообще никто. Простые немцы, как всегда, с большим удовольствием отоптались на бывшие спортсменки-батутистки, неожиданно запрыгнувшие на политический алим, но на этом унижение Германии не закончилось. «Стоило все той же Анна Лене затянуть любимую песню про то, что Индия уподобляется Китаю и нарушает порядок, основанный на правилах, закупая у России огромное количество нефти, как она получила ироничный, умный и довольно оскорбительный ответ. Хоть и в максимально корректной и не противоречащей истине форме». Озвучил его один из моих любимых азиатских политиков, мудрейший министр иностранных дел Индийской Республики Субраманем Джейшанкар. «Странно слышать такие слова от столь высокопоставленного представителя Европейского Союза, того самого ЕС, который получил до ноября 2022 года больше сырья и нефтепродуктов у России, чем 10 нежестоящих по объемам стран вместе взятых. На этом фоне индийские закупки минимальны, и я не вижу причин, по которым мы должны от них отказываться».